Иван Бакаидов Он создает программы для людей с проблемами речи. Эти приложения бесплатны. Меня посадили за компьютер года в два. Я мог написать слово «мама». И уже в 10 лет знал в компьютере всё. И стало интересно, как оно программируется. А у меня такая способность. Я умею сам учиться. И довольно быстро освоил программирование. Его программа «Синтезатор речи» начиналась с «Линка нажми». Её Иван написал ещё школьникам. «Линка никогда не задумывалась как проект. Это было спонтанное желание помочь. Я учился в школе. В девятом классе уже неплохо умел программировать, так как на уроках меня сажали за компьютер. Но делать уроки было жутко скучно и я осваивал джаваскрипт. Я встретил девочку Лину, у которой была такая форма ДЦП, что она могла двигать только головой. Я влюбился и решил ей помочь. Я просто сделал компьютерную программу, которая в ячейках показывала варианты ответа. Ячейки становились по очереди чёрными. На нужной Лины нажимала кнопку подбородком и этот ответ попадал в поле вывода. Я в 16 лет написал это за пару часов. Но то, что учитель мог задать в эту таблицу свои ответы, дало прорыв обучения таких детей». «У Леры тяжёлый диагноз, поэтому она не может управлять мышкой или печатать на клавиатуре. Для неё подойдёт только программа «Линка смотри». «С помощью специального устройства — айтрекера, которое крепится к монитору ноутбука, Лера управляет тем, что происходит на экране только взглядом». «Читать девочка пока ещё не умеет, но с радостью осваивает игровые версии программы». «Конечный результат, чтобы ребёнок мог со мной разговаривать, потому что это очень важно, так как Лера не разговаривает, и я её понимаю только по эмоциям. А очень важно знать, что ребёнок любит, что она предпочитает и вообще какие у неё там мысли в голове. Поэтому конечный результат, чтобы она со мной разговаривала. Я понимаю, что это пройдёт время, пока мы этому всему научимся, но я уверена, что мы это сделаем, мы это преодолеем, и ребёнок будет разговаривать со мной хотя бы через айтрекер». С помощью этой программы много людей теперь могут общаться с родными и друзьями, обращаться к незнакомым людям и даже отвечать на уроках. «К счастью, у нас есть очень хороший знакомый Иван Бакаидов, который помог нам продвинуться и в плане выбора профессии, и в плане более полноценной жизни в школе. Дело в том, что это просто суперизобретение, которое может помочь детям с ограниченными возможностями, с речевыми нарушениями конкретно, быть более полноценными членами общества. На примере моей дочери скажу, что по ряду предметов необходимо в нынешних реалиях делать презентации. Одно дело, когда эта презентация сделана на компьютере в программе, и совсем другое, когда требуется живое участие, речевое, проведение экскурсии, например». Катюша – удивительная девочка, творческая, активная. Она хочет быть самостоятельной во всём, и эта программа ей очень помогает. «Это программа моего друга Ивана Бакаидова. У нас с ним схожие трудности. К счастью, он занимается программированием давно и профессионально. Он мой кумир. Его программы есть в свободном доступе и помогают людям бесплатно. Быть успешной и полезной – к этому стремлюсь и я. Хочу помогать людям». На самом деле мы и без специальных программ с Катей быстро нашли общий язык. Но айтрекер, который волонтеры подарили ей на день рождения, помог нам лучше узнать друг друга. «Ты хочешь каникул?» «Конечно». Более того, бывает даже, что собственным родителям не всегда удается понять своего малыша, когда у него нарушена речь. И здесь программа Вани творит настоящие чудеса. «Когда ты видишь, что ребенок, который никак не мог общаться, у него нет никакой обратной связи с мамой или со внешним миром, вдруг он начинает показывать, что он умеет. И родители зачастую просто даже не знают, насколько, что знает их ребенок, что он понимает, какие слова он знает. А уж когда начинают печатать, так это вообще просто высший пилотаж». «Есть такое странное понятие. Инвалид – это человек с ограниченными возможностями. Кто их ограничил? Чем они ограничены? Внешней оболочкой?» «Давайте уже учиться видеть больше. Не судить по внешности, а говорить можно и глазами». «Спасибо большое, Ваня, за программу».